Госдума приняла закон, который меняет порядок прохождения обязательного техосмотра. От этой процедуры теперь полностью освобождаются автомобили младше 4 лет. Кроме того, легковые автомобили в возрасте от 4 до 10 лет должны проходить процедуру каждые 2 года. И только машины старше 10 лет ежегодно. До этого отправляться на техосмотр каждые 2 года должны были легковушки в возрасте от 3 до 7 лет. А легковушки старше 7 лет раз в год. Полностью от процедуры освобождались машины младше 3 лет. Кроме того, депутаты перенесли на следующий март вступление закона об обязательной фотофиксации автомобиля во время технического осмотра и оформлении диагностических карт. Он должен был начать действовать 7 июня. Российский филиал Рено пообещал, что кроссовер Каптюр обновится до конца первого полугодия. Снаружи модель почти не изменится, хотя внутри должна появиться новая передняя панель. Каптюр переедет на новое поколение платформы Биноль. Его из российских моделей первой примерила Аркана. Из-за этого паркетник примерит сочетание турбомотора и вариатора, а двухлитровый атмосферник и четырехступенчатый автомат уйдут на покой. Базовым останется агрегат 1.6, с которым могут работать механика или вариатор. Новая гамма двигателей уже вписана в сертификационные документы. Nissan X-Trail готовится к смене поколений. В сеть попали патентные изображения из Бразилии, где японская компания зарегистрировала права на дизайн. В официальных документах название машины не упоминается, однако местная пресса уверена, что это именно X-Trail. Так ли это мы узнаем уже очень скоро.